Осторожно, начинающий водитель. В Ненецком округе стартовала акция, направленная на привлечение внимания к новичкам на дорогах. Мероприятие решили провести из-за роста количества дорожно-транспортных происшествий. Наша съемочная группа отправилась в автошколу, чтобы узнать, какие типичные ошибки допускают те, кто только получил права на управление автомобилем. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Когда позади 20 вопросов, на экране появляется долгожданное зеленое окно. Экзамен сдан. Алексей Васиков на полпути к получению водительского удостоверения. Я пока что не уверен был. Ну, как сдал? Ну, сдал. С одной ошибкой. Что тебе еще предстоит? У меня еще площадка и город. Готов? Ну, площадки, да, городу не особо. Для того, чтобы получить право на управление автомобилем, ученики автошкол проходят три испытания. Теоретический экзамен, автодром и вождение в городе. Первым по счету идет тест на здание ПДД. 20 вопросов за 20 минут с правом на две ошибки, с которыми добавляются 5 и 10 дополнительных вопросов соответственно. Они торопятся, отвечают, потом говорят, ой, я не то нажал. Это основное. Потому что в основном все волнения, конечно, тоже это сказывается. А типичных ошибок, которые проанализируешь, чтобы они все тут на таком-то вопросе, такого нет. Следом так называемый городок. Эта часть экзамена, как правило, дается будущим водителям проще всего. В нее входит демонстрация навыков по трем упражнениям из пяти разученных. Впрочем, и здесь допускают достаточно ошибок. Ремень заезжают за линии, за конусы, за габариты. Главное, они все волнуются. Когда они без инспектора, они едут хорошо. Инспектор видит, что-то случается. Самым сложным, по словам учеников, считается вождение в городе. Вместе с курсантом едет его инструктор и инспектор ГИБДД, который ведет запись о прохождении экзамена и фиксирует ошибки. Ну, во-первых, вождение в городе сдается по пятницам, когда движение достаточно интенсивное. Поэтому тут без хороших навыков сдать практически невозможно. Тем более, что принимают сейчас очень жестко. Требуют так же, как с водителем профессионалов. С учетом, что водители по городу едут все с мелкими нарушениями, где-то немножко на встречку перед поворотом налево сильно берут, где-то на пешеходный переход заезжают. Много всего делают. То, что их, в общем-то, за это не накажут, а учеников на экзамене за это наказывают. После удачной сдачи всех трех этапов ученик получает водительское удостоверение. Получив право управления автомобилем, водитель начинает нести определенную ответственность. С начала текущего года госавтоинспекция была зарегистрирована свыше ста дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из которых произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которого три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. В основном все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невнимательности водителей. На дороге сейчас скользко. Несоблюдение дистанции – это основная причина всех ДТП. Только в 2020 году было совершено три ДТП с участием водителей, у которых стаж вождения меньше двух лет. Из них в одном из происшествий погиб начинающий водитель, который за рулем был менее шести месяцев. В связи с этим мы на этой неделе запустили акцию «Начинающий водитель», в рамках которых мы выдаем начинающим водителям, которые приходят в госавтоинспекцию уже после сдачи всех экзаменов за получение водительским удостоверением. Мы вручаем начинающему водителю наклейку на автомобиль, который так и называется, знак начинающего водителя, с которой он должен ездить три года. Если он с ней ездить не будет, то там влечет административная ответственность в виде предупреждения либо административного штрафа. Данный знак будет предупреждать других участников дорожного движения о том, что за рулем начинающий водитель. Пренебрегать им не стоит. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Антон Бодряков, Телеканал Север.